Добрый вечер, дамы и господа, любители, поклонники и фанаты смешанных единоборств и кикбоксинга. Сегодня мы находимся в Краснодаре на турнире Prime Selection 2018 в Элтервейт Гран-при. Первый бой этого вечера у нас состоится в рамках Гран-при, то есть 8 боев. И сегодня выявится победитель из 8 бойцов, который примет участие в дальнейшей серии и будет выявляться дальнейший победитель. Значит, что мы имеем на сегодняшний бой у нас Владислав Зеликов. Это представитель Крыма в регионе. Очень хорошее у него достижение. Мы видим, что он чемпион по шейсанда, чемпион по рукопашному бою, тайскому и крепкому. То есть достаточно разносторонняя у него база и смешанная, скажем, и ударная, и борцовская. Что можно сказать о его оппоненте Мухаммеде Урусове из Красного Угла? У него, несмотря на то, что это профессиональный дебют, у него более масштабные достижения в любительских видах спорта. Преимущественно это борцовские стили, но это и чемпион России он является, и призер первенства в России по рукопашному бою, также чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Бой ведут ребята осторожно. То есть можно отметить, что Мухаммед Урусов старается проводить очень эффективно атаки, как руками, так и ногами, держит дистанцию. Наверняка Владислав Зеликов уже чувствует эти удары. Что можно сказать по его стойке, он достаточно низко уже пытается сесть, видимо попал он ему в ногу. И потихонечку поджимает, пытается попасть ему справа руки. Мы видим уже, есть следы на голове у Владислава Зелегова. И Мухаммед Урусов продолжает медленно и спокойно, грамотно работая с дистанцией, поджимать Владислава. Это всего лишь первый раунд. Ребята не торопятся. Силы им понадобятся, так как здесь раунда три, как мы знаем. Формула боя пятиминутные раунды. Надо уметь выдерживать эту дистанцию. Очень часто, скажем так, сгонка веса мешает, функциональные кондиции сохранять хорошие. Да и в принципе подготовка должна быть соответствующая. Двойная работа, так скажем. Просто борьба или просто ударная техника. Здесь она смешанная, поэтому приходится еще один хороший. Хорошо отреагировал на удар Мухаммеда Урусова Владислава Зелегова. Успел подставить руку, несмотря на то, что руки у него в принципе ниже. Ниже там, где у его оппонента. Значит, реакция еще есть и он готов вести бой сосредоточенно. Даже вот идет вот так вот потихонечку. Опромечила слегка. Ну, Мухаммед ведет свое линию. Мы видим, что он не собирается, скажем, делать каких-то незапланированных действий. И движения, которые он отрабатывал, которые он основательно, скажем, подготовил, он пользуется ими. Это бэкфисты, пожалуйста. У него достаточно хороший арсенал. Он правильно стоит на ногах, скажем, он очень грамотно двигается. Видим, что он действительно не просто борцовской техникой овладеет. Он понимает перемещение и в рамках ударной. Ой, хорошо. Он сейчас хотел Владислав Зеликов поймать на контратаке. Опустились руки у Мухаммеда. Это часто случается у бойцов, когда они бьют ногами. Это отсутствие определенных, скажем, базовых навыков. Но, тем не менее, удар был не в цель. Мухаммед стоит и продолжает прессинговать Владислава. Попадает, отбивает ногу и переводит на верхний этаж. Очень грамотно. Грамотно построен бой. Владиславу надо быть очень осторожным и внимательным. Мы видим, что он опустил руки. И здесь это может очень, скажем, злую шутку с ним сыграть. Опустил руки не в переносном, а в прямом смысле слова. Потому что его стойка, она... Вот. И заходит правый. И нога практически, конечно, рука на месте его спасает. Хороший лоу-кик и встречный. Но пропускает. Пропускает серию ударов. Мухаммед торопится, но попадает. Попадает и пропускает сам. Показалось, что он пропустил. И еще один удар. Какая победа. Какая победа Владислава Зеликова. Ведь никто не ожидал. Посмотрите. Это же надо было. Может, это часть плана. Кто знает. Может, это часть плана. Потому что мы видели абсолютно обратное происходило в ринге. Прессинговал Мухаммед и грамотно голубой. Он подводил свое преимущество к логическому завершению. Но Владислав воспользовался ошибками. Вот что значит ошибиться один раз. Достаточно всего-навсего. Мы видим повтор. Пожалуйста, смотрите, как получается. Он попадает ему правой рукой. Правой рукой. По уходящему Мухаммеду. Он сам повернулся, грубо говоря, к нему головой. Пытался уйти, видимо, или со степ сделать. И пропустил удар, который оказался победным. Внизу уже там и заканчивать, наверное, не надо было. Судья, конечно, остановил вовремя поединок. Потому что Мухаммеду сейчас будет... Нужно время, чтобы прийти в себя. Ну что ж, я думаю, Мухаммед, несмотря на то, что это его дебют, он действительно правильно вел себя достаточно. Ошибся, да, это бывает. Но он же дебютант. Все-таки давление психологическое, возможно, сказывается на нем сегодня. Несмотря на то, что он в любительских достижениях, скажем, превосходит своего оппонента сегодняшнего. Но, тем не менее, Владислав Зеликов выходит. Дальнейший этап. Гран-при. Гран-при, напомним, у нас проходит в полусреднем весе. Это до 77 килограмм. Уважаемые дамы и господа, в этом бою на 4-й минуте 52-й секунде первого раунда Нокаутом победу держал боец в силу клубу ринга Владислав Зеликов! Дальнейший этап.